Кассета 2. Тайна святых. Ведение в апокалипсис. Страница 53. Восхищенные в невидимый мир вовлекали созерцание своих видений и всю братью. Апостол Павел советовал просить о даровании даров, в особенности же, чтобы пророчествовать. Дар пророчества он считал наиболее полезным для церкви. Что это был за дар? Это была благодатная способность узнавать сокровенное в человеке, созерцать тайны совести. Вероятно, нечто подобное нашему старчеству. Апостол так изображает действие этого дара. Если войдет в собрание пророчествующих, неверующих или незнающих, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом обнаруживается тайна его сердца, и он падет вниз, поклонится Богу и скажет «Истина! С вами Бог!» Вспомним Нафанаила, которому Господь Иисус, не встречая его прежде, раскрыл тайну его характера. И Нафанаил, потрясенный ведением Иисуса, воскликнул «Учитель! Ты Сын Божий! Ты Царь Израилев!» Конечно, дар этот возможен при Христовой любви друг к другу. Для нас, любящих судить недостатки ближних, он немыслим. У некоторых членов общества вдруг являлась способность говорить на каком-нибудь иностранном языке. Как поясняет святой Анзу Тауз, говорили на эфиопском, на индийском, на египетском и других языках. Причем одни только сами понимали, что говорят, а перевести другим не могли. Но были и такие, которые сами понимали и другим толковали. На вечерях любви, получивший дар языка, тоже хотел утешить братью Божиим чудом, явленным ему апостол. Апостол Павел, хотя и советует говорящему на иностранном языке, молиться о даре истолковании, чтобы все церкви могли разуметь незнакомую речь. Однако он просит ни в коем случае не запрещать говорить языками чудесному явлению Божьей силы. Многое еще тогда совершалось великих Божьих дел. Каково было душевное состояние участников Вечерой Любви при обилии знамений и чудес Духа Святого? Наша современность почти не знает о великой благодати. Чувствует чудесного знакома нам большей частью в его самом ничтожном и отрицательном переживании. Вспомним, какое впечатление производят рассказы очевидцев сверхъестественных явлений на стеретических сеансах, где действуют мельчайшие из нечистых духов. Некоторые из нас не верят. Кто верит, испытывает в душе отбросу зловещие и мрачного неведомого мира. Все чудеса магии будут страх, так как лишают человек уверенности в естественных законах космоса. Но на Вечерях Любви говорилось прямо – да приедет мир сей! И мир исчезал! Нарушение законов естественного порядка было полное. Однако становилось не страшно, а радостно. Чудеса и знамения Духа Святого внушали благостную уверенность в присутствии всемогущего Бога, который любит всех. И это детское и счастливое знание о любящем Боге было главное чудо. Сердца горели несказанным умилением. Не любить было невозможно. И люди любили Бога, ближе к природу всех и все. Наша пасхальная заутренняя и момент Христосования после заутренней церкви – единственное некое напоминание о том счастливом времени. К состоянию радостному в те времена прибавлялось еще более радостнейшее. Это было ожидание, что вот-вот, с минуты на минуту придет Христос, и любви и радости уже не будет конца. Мы, христиане церкви долготерпения, ожидаем смерти и за гробом уже блаженства. Тогда никто не помышлял о смерти. Каждый надеялся, что еще при его жизни придет Христос. При обилии благодати опасность для христиан апостольского времени была в возможности утратить трезвость, забыть свои немощи. Апостол Павел говорит, вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Только духовные могут устоять при великом свете благодати. Младенцам о Христе трудно не возомнить о себе больше, чем они есть. Вы еще не в силах, пишет апостол Павел, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами есть зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Каким же образом столь несовершенным людям были доверены столь большие дыры? Вы все по очереди можете пророчествовать. Но верующие имели тогда одно достоинство, которое покрывало все их недостатки. Сердца были по-детски открыты для послушания Слову Божию. Лишь только раздавался укор в нелюбви ко Христу, а обличение в неправде, люди мгновенно изменяли свое поведение. Для христианина, еще не рожденного свыше, не в том верность истине, что он не грешит. Он даже не может не грешить. Враг человека повсюду расставил тончайшие, почти невидимые тенеты соблазна. И думающий, что он не грешит, обманывает самого себя. 1 Иоанн 1.8 Но если исповедуем грехи наши, то Христос прощает нам. Способность горячо кавится, страстное желание исправить себя. Вот что делало верующих апостольского времени достойными Искупителя. Оттого было обилие даров, обилие благодати, счастливое и детское знание любящего Бога. Однако было еще нечто, чрезвычайно важное, что способствовало великому покаянию. Апостол Павел в первом послании, упрекавший коринфян за различные неправильности, ожидавший от них покаяния, во втором послании не находит слов, чтобы выразить им свою радость. Он пишет, «Тит, вернувшийся из коринфы, утешил меня, рассказывая о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности к моим словам. Какое усердие! Какое извинение! Какой страх! Какое желание! Радуюсь о вас!» Это состояние коринфян, столь ярко изображенное апостолом Павлом, более похоже на взрыв любви к апостолу, чем на то чувство, какое связывается у нас с представлением о покаянии. Но несомненно так же, что этот взрыв любви соединялся и с полным изменением нравственного состояния общины. Что же при чтении первого послания апостола вызывало у коринфян столь особенное чувство? Конечно, не конкретное обречение в грехах, так как обречение в грехах вызывает у человека либо желание оправдаться, либо стыд, но отнюдь неумеренную восторженность, как у коринфян. Нет, не фактическая сторона послания, а то чувство, которое владело апостолом при послании. Только оно могло так особенно повлиять на читателей. Об этом чувстве с совершенной ясностью говорит сам апостол. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы озорчить, но чтобы дать почувствовать мою к вам любовь». Так изъясняет апостол горькие сетования своего первого послания. Это не обличение грешников, это объяснение в любви. На любовь коринфянные ответили восторженной любовью. Вслед за ними пришло и желание немедленно исправиться. Может ли сердце, пришедшее в детство, в радость от любви, допустить дальнейшую обиду любимого? Итак, вот истина, которая внезапно здесь нам открылась. Любовь апостола Павла родила совершенное покаяние. Но здесь не только коринфская истина. Тут молниеносно предстает перед нами полная христианская истина. Без покаяния нет христианина. Без любви нет настоящего покаяния, оно неустойчиво. Апостолы любовью вызывают покаяние. Любовь ближе всех членов общины, церкви поддерживают это покаяние друг в друге. Всячески способствуют ему заботами, нежеланием огорчить друг друга, жертвенной ответственностью. Что такое покаяние? Это неустанное поражение врага, нападающего на сердце. Сила одного человека слаба, чтобы всегда быть мужественным в этом деле. В любви братьев он черпает свою бодрость, желание продолжать борьбу. Появляющаяся вялость, нерасположенность к покаянию, говорит об утомлении борца. Это наступает при оскудении любви в общине. Оскудение любви братьев друг другу и сопутствующая ему нерасположенность к покаянию имеет тягчайшие последствия. Приостанавливается рост христианина и его возрастание в меру возраста Христова. И он не может достичь высшего состояния, наступающего при полном ощущении, второго рождения, о котором с такой силой проповедовал Христос Никодиму. И значит всем нам. Должно вам родиться свыше. В этом высшем состоянии человек уже не нуждается в руководстве от человека. И досокровенно, но вполне удобно понятно для рожденного свыше, ведет его вселившийся в сердце совершенно очищенный Дух Святой. И это цель христианской жизни, как назвал и святой Серафим Царовский в беседе с Матавиловым и святые отцы, святой Симеонову Богослову и многие другие. В апостольские времена необходимость высшего состояния, рождение свыше, было вполне всем понятно. Об этом свидетельствует на своем своеобразном языке апостол Павел. Я родил вас, и я с вами пока не изобразится в вас Христос. То есть пока не сеется в вас Дух Святой, как сам о себе Павел говорит. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Указанием я с вами пока, то есть до вашего рождения свыше, когда я уже не надобен, кормилица закончила свое дело. Апостол подтверждает, что рождение свыше было тогда всем известным явлением среди верующих. Еще яснее сказано апостол Иоанна Богослова в 1-м послании 2.27. Он говорит, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас на помазание, то есть рождение свыше, которое вы получили, учит вас всему, то, чему оно вас научило, в том пребывайте. Это говорит он о рожденных свыше, разумеющих голос Духа Святого. Далее апостол Павел говорит, всякий пребывающий в нем не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал. И еще, всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, то есть благодать всегда сопутствует рожденному свыше, хранит его от возможности впасть в грех. Таким образом, из слова апостола Иоанна мы точно убеждаемся, что в те времена были два возраста Христова, рожденные от Бога и младенца во Христе, терминология апостола Павла, или малые сии по Евангелию, или еще иначе, духовные и плотские. Если бы апостол Иоанн не говорил о двух совершенно определенных состояниях христианских, то были бы противоречием его слова. Пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то исповедуя грехи, получает прощение и в другом месте. Всякий рожден над Богом не может грешить, потому что рожден от Бога. Насколько понятие рождения свыше в селении Духа Святого цель христианства было ясно в апостольские времена, настолько оно неясно, можно было бы сказать, вовсе неизвестно в современном церковном обществе. Когда святой Серафим Саровский напомнил об этой цели христианской жизни в беседе с Матавиллом, то это показалось чем-то новым. И никто из церковных учителей не разъяснил, что святой Серафим говорил здесь о вселении Духа Святого, то есть о втором рождении. И не только не разъяснил, но и не мог разъяснить, ибо не знал, как и засвидетельствовал святой Серафим, говоря Матавиллу. Вы у многих высоких духовных особ спрашивали о цели христианской жизни, и никто не мог вам об этом сказать. Большинству в церковном обществе кажется, что должно вам родиться свыше, обозначает миропомазание христианина при крещении совершаемое. Мы приходим к очень тяжелому для теперешнего христианского церковного общества заключению. Нынешний христианин вследствие страшного оскудения любви в церкви не может возрастать в меру возраста Христова. Он как бы обречен всегда тонуть в грехах, ибо без любви братьев почти беспомощен бороться с врагом. То высшее состояние, которого апостол Ян свидетельствует, всякий рожденный от Бога не может грешить, известно только верным свидетелям Христа, избранным от утробы матери своей для особого служения ближним. Им дается особая благодать, которую святой Августин назвал непреодолимой. Она спасает их от греха. Мы часто слышим от ревнителей церковного учения, и среди католиков, среди православных, и чливое утверждение «Мы соблюли чистоту учения апостольской церкви». Да, чистоту учения соблюли, но забыли цель христианской жизни. «Если я имею всякое познание, а не имею любви, то я ничто!» Скажем, в заключении о власти апостольской над людьми. В чем выражалась главным образом власть апостольская? В том, что они ей не пользовались, не властью, а любовью побеждали сердца и привлекали их ко Христу. Я проповедовал Евангелие, не пользуясь моей властью, и во будущем свободе над всех я всем поработил себя, дабы больше приобрести. «Для иудеев я был как иудей, чтоб приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтоб приобрести подзаконных, для немощных был как немощный, чтоб приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». 1 Коринфян 9.18 Апостол Павел отказывается от самого себя ради других. «Для всех я сделался всем, принадлежит кому угодно, только не себе. Мучительнейшее состояние для человека жертвовать не чем-нибудь из своего, а самим собою до конца». Апостол находится в постоянном страхе и скорби за своих милых, боясь, что они сделаются не тем, какими желательно их видеть. «Безпокойство возрастает до того, что в одном и том же послании он говорит, радуясь, что во всем могу положиться на вас». А несколько ниже «Я опасаюсь, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клеветы, ябед, гордости, беспорядков». 2 Коринфян 7.16.12.20 Пересчитывает все возможные недостатки у тех, на кого только что во всем полагался. Человек как бы всю жизнь смертельно болел любовью к братьям во Христе. Апостол иногда начинает грозить своей власти, действительно страшно, ибо она духовная. «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы». Однако, не разъяснив до конца, что это за власть и какое ее значение, ее страшное действие, он уже боится, что озорчил своих чад и останавливает себя как бы на полусловии, ведь любовь боится вызвать малейшее страдание у любимого. И следующая глава начинается со всем неподходящим грозному тону восклицанием «О, если бы вы были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, любящий прячет за этим как бы унижением своим грозу своей власти». «Заочным он силен и грозит. Но, приходя и видя любимых, он слабеет сердцем от любви, ибо любовь все покрывает, всему верит, всему надеется, все переносит. Неко ему кажется, что и речь апостола в общем не незначительна. Но это, конечно, человеку, который сердцем не понимает, что такое доброта. Такой вдух Христов, ибо никого не хочет Христос, кто пришел к нему под принуждением, испытав силу его власти. Он жаждет только ответной любви. И как мог бы ученик Христа властвовать иначе, чем учитель? Разве не помнил каждый из них последнего свидания, когда тот, кто имел власть над всем миром, встал на колени и умыл им ноги, и сказал, Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Как учили апостолы поступать с врагом? С кротостью наставляй противников. Не даст ли им Господь покаяния к познанию истины? Кто не исполняет Слово нашего, то есть ослушайте Слово Божие, с кем не сообщайтесь? И тот сейчас присоединяется к этому наставлению Слово Любви. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Как долго длится апостольский гнев? В первом постании к Коринфянам апостол Павел изобличает одного из членов Коринфской церкви в грехе, неслыханном даже у изыщников, и предлагает предать его сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Христов. Проходит немного времени, и апостол Павел уже просит утешить этого человека, умоляет, оказать ему любовь. Он боится, чтобы изобличенный перед всеми, довольный для него этого стыда, не был поглощен чрезмерной печалью. Пояснение. Предать сатане, это, конечно, не значит приглашать на помощь злого духа для исправления души. И это, конечно, не значит, как некоторые думают, сатана поражает болезнью, как илова, и человек исправляется. Сатана искушал праведного илова. Здесь же, предполагаем, происходило нечто совсем иное. Без особой помощи Божией ни один человек на земле не может сопротивляться вселению и завладению его душой дьяволом, то есть полного лишения свободы. Предать сатане, значит лишить человека защиты от дьявола. Это, очевидно, было Господом разрешено церкви по отношению к ее членам, но не с целью наказания и не с мыслью проклятия, а как особый род исправления. Без вселялся в человека, лишенного ангельской защиты, и последний терял свободу, цепенел. Сравнительно на современном психиатрическом языке происходило раздвоение личности. В человеке оказывалось две воли, своя и чужая, причем чужая совершенно подавляла свою. Однако это не было то же, что происходит в душе грешника, соблазненного сатаною. Здесь было насильственное завладение вследствие отсутствия, необходимой для свободы, дарованной Богом всем людям, ангельской защиты. Дьявол, завладев, не стесняется с душою, дьявол распоряжается, мучает. Человек неволен свободно владеть своими чувствами и ощущает, что мир Божий с его любовью и красотой теперь недоступен ему. Он слышит в себе чей-то чужой голос, который приказывает ему совсем не то, что он хочет. Удобно разъяснить это состояние при другом случае предания сатане. Я предал их сатане, чтобы они научились не богохульствовать. 1 Тимофея 1.20 Было бы странно предполагать, что сатана может научить кого-нибудь не богохульствовать. Но здесь происходит следующее. Сынейший человек, а сатана, разумеется, богохульствует в душе. Но раньше человек сам в похоти своей наслаждался богохуленем. Теперь же он становится в собственной душе зрителем, созерцателем дьявольского богохульства, раздвоения, и испытывает все страшные последствия его. Он во мраке вечного заточения, и Божий мир, и Божья любовь скрылись от него навсегда. Сравнительно еще для ясности представим себе человека с наслаждением ругающегося и в другое время того же человека, в душе которого чужой голос скверно ругается. В первом случая наслаждение, во втором страдание. Наученный горьким опытом, сам сделавшись свидетелем духовного наследства греха, человек, когда Господь вернет ему ангела-защитника свободы, исправляется. Однако предание сатане возможно для неплохого человека, только очень легкомысленного. Не для противника Божьего, ибо сын противления все равно вернется к своему. Здесь же братская помощь в церкви апостольской, правда, очень горькая, крайняя. «Сила моя совершается в немощи», — сказал Господь апостол Павлу этим словом своим, и зрек приговор о применении духовной апостольской власти. И апостол Павел говорит, «Когда я немощен, тогда силен». Но, конечно, апостолы имели это, по выражению Павла, не плотское оружие, хотя и ротоборствовали, благовествовали, не применяя его, подобные Господу Иисусу, во время его жизни на земле. Однако постараемся понять, что это за духовная власть, и как она может применяться. Рассмотрим три рода такой власти. Власть покорять сердца. Слово апостольское, как огонь, проникало в сердце и преображало его, делало его горящим во славу Божию. Не в смысле экстаза, а в смысле любви. Противостоять этому огню не могло бы ни одно сердце, ибо это был огонь благодати Духа Святого. Однако, проникая в сердце, апостолы немало не старались завладеть им. Что это значит? Значит, если встречалось малейшее сопротивление, апостолы останавливали действия своей власти, и человеческое сердце оставалось свободным испытывать все, что ему было угодно. В первый день сошествия Святого Духа по слову апостольскому охотно принявшее слово крестились. Душ около трех тысяч. То есть, кого сердца раскрывались навстречу проповеданной есени. Охотно, добровольно. Только те присоединились. Позже же свою власть апостолы могли бы присоединить к сердце. Гораздо больше, даже всех. Труд апостольский был не в том, что они благовествовали о Христе. Они не могли не благовествовать, ибо Дух Святой говорил их устами. Но труд их был в том, что, имея власть покорить всех, они никого не покоряли, кроме охотно принимающих благовестие. Труд в полном бездействии своей власти. Как мы уже упоминали, апостол Павел изъясняет это так. 1 Корица 9.16 Я получаю награду не за то, что я благовествую, ибо это моя обязанность. Я исполняю вверенное мне служение, и горе мне, если я не благовествую. Награда же за то, что проповеда Евангелия безмездно, не пользуясь моей властью. Благовествование. И далее он объясняет, как это трудно. Ибо нужно порабощать себя всем. Уничтожать в себе всю свою силу, чтобы привлечь ко Христу, хотя не многих. Второй род власти апостольской. Это власть наказания, или вернее отомщения. Эту власть уже совершенно явно отменил сам Господь Иисус Христос еще при жизни. Сказал апостолам, предлагавшим попалить небесным огнем, не принявших их самарян. Не знаете, какого вы духа. Конечно, после сошествия святого духа апостолы вполне узнали, какого они духа. И не дерзали нарушить слово Спасителя. Пояснение. Некоторые могут указать на ослепление Елима Волхва апостолом Павлом, Деянин 13.11. Но в данном случае была временная защита от врага всякой правды, ибо проконсул Сергий в городе Пафе пожелал услышать Слово Божие. А Елима Волх, находившийся с проконсулом, всячески противился. И апостол Павел сказал, ты не увидишь солнца до времени, то есть до укрепления в вере человека, расположенного в принятии Христа. О причине смерти Анонии и Сапфиры мы уже говорили. Вообще же не следует забывать слов святого Иоанна Златоуста. Поистине пророка любви. А по апостолу Петре и пророку Илье. Видишь ли, Бог попустил впасть в грех столпам, оплотам и твердыням, то есть апостолу Петру и пророку Илье, чтобы они, встретив какого-нибудь грешника, не вздумали оказать ему немилосердие. Третий род духовной власти – обречение в грехе. Огненное слово апостола проникало в сердце человека и как магнием вдруг освещало все его грехи. Человек терпел муку, как на страшном суде. И потому даже самый порочный должен был каяться. Но это было недобровольное покаяние и потому не имевшее значения. Апостолы воздержались от применения этого рода власти, имея пример Иисуса Христа. Ибо, как мы знаем из Евангелия, Христос только однажды применил эту власть. Пояснение. Слово «власть» нельзя относить Господу Иисусу иначе, как чисто в духовном понятии. Всякий намек о власти земной Христа должен быть исключен, как антихристов. Между тем, в одном случае и даны немногие в подражании законникам, спросившим у Христа из нашего торгующих из храма, какой властью ты это делаешь, предполагает, что Иисус явил свою власть и знал из храма нарушающих благочиния. И даже дерзает, основит на этом свой взгляд на применение физической силы в духовных церковных делах. Но никакой власти в данном случае Господь не проявил, ибо применение духовной власти вовсе не требовало ни бича, ни реального опрокидывания столов. А власти, как земного повелителя, Христос никогда бы не мог показать, так как это противоречило бы Его словам. «Царство мое не от мира сего». Господь Иисус узнал торгующих не как власть имеющих, а как благосестивый прихожанин, возмущенный беспорядками в храме и бездействием надзирателей за церковным порядком. Оттого и вспомнили ученики, ревность по доме Твоем снедает меня. И никакая мысль о власти, величии и силе Христа не пришла им на память. И если можно было ей здесь указание, то только на то, что всякий член церкви должен влюсти порядок в ней, если бездействует приставленный для этого надзиратель. Однако не для того, чтобы насильно заставить кого-то покаяться. Даже к своему ученику Иуде он не стал применять такой власти. Не свойственно Божьей премудрости лишать свободы человека, противящегося Господу. Господь Иисус применил свою власть, чтобы спасти грешницу, которую он простил, но которую люди по закону хотели побить камнями. Господь сказал, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Конечно, столь простые слова не могли остановить фанатиков закона от казни, убийства. Но слова эти были сказаны с властью. И тогда в душе этих пожелавших взять камень вспыхнул огонь страшного суда. В ужасе чувствуя, что весь мир глядит им в душу, где как заре у нас священы все постыдные дела их жизни, они стали красться к выходу и исчезли один за другим. Сказано в Евангелии, они стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Ибо каждый по старшеству собирался взять камень. И тогда суд Божий настигал очередного законника-убийцу. Вот духовная власть. Пользуясь ей, Господь его избранники давно могли бы приобрести весь человеческий мир. Но не жалкие рабы страха, а друзья нужны Господу. И долго терпит Господь мир. И как любящие рабы служат людям его верные свидетели. Царственное священство. Апостольское разумение церкви. Представим себе внутреннее состояние церкви, какое она была в апостольский век по свидетельству самых апостолов. Кто мог быть назван служителем церкви? Всякий без исключения ее член. Вы избранный род, царственное священство, народ святый. Так обращается апостол Петр ко всем христианам своего времени. Как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией, каждый должен нести служение в церкви тем даром, который получил от Бога. Служение различное. У одного слова мудрости, у другого слова знания, у иного вера, у иного дар чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков, та же есть дары соможения, управления и прочее. Нет служения большего или меньшего. Все необходимы. Все действуют, а достигают лишь совместно. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли истолкователи, спрашивает апостол Павел, что перечисляет дарование, тем указать великую ценность и необходимость для церкви каждого несущего служения, то есть каждого члена церкви. По апостольскому сравнению, церковь есть тело, глава которого Христос, а мы все члены этого тела. Бог располагает члена в составе тела, как ему угодно. Каждый занимает назначенное ему не от людей, а от Христа место. И никто не может сказать другому, «Ты мне не надобен». Как в теле не может глаз сказать руке, «Ты мне не нужна». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. При действии в свою меру каждого члена, все тело составляется и совокупляется посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При удалении хотя бы одного члена церковь как бы увечится, чтобы никто удалением своим не увечил церковь, предупреждает апостольские постановления. Такова стройность теории апостольского учения о служении в церкви. Однако в этой теории недостает еще самого главного действия церкви, заповеданного Христом. Потому он знает, что вы мои ученики, что будете любить друг друга. Новую заповедь даю вам. Да любите друг друга. Вот почему апостол Павел, посвятив 12 главу 1-го послания к коринфянам изъяснению служения каждого в церкви по своим способностям, дарованным от Бога. В конце главы Кавел приостанавливается и торжественно провозглашает. Я покажу вам путь еще превосходнейший. Вот только что он говорил о важности проявлять каждому свое дарование. И вдруг оказывается, что этого не только мало, но даже радостнейшее старание может не дать никакого плода оказаться ничем. И ревностейшее старание. Ибо прежде всего без чего все другое ничто, это необходима любовь. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имения мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Что же, сообразно этому исключительному значению, любви является самым драгоценным церкви. Что же? Ее величайшее бережение, средоточие всего церковного внимания. Человеческое сердце. К сердцу каждого из своих членов обращена вся деятельность церкви. По признаку, указанному апостолом Павлом, к менее совершенным, большее попечение. Никто не может спасти душу своего ближнего, потому что Бог, посылающий Духа Утешителя, всякому христианину, знает, как спасать души. Но христиане должны беречь, лелеять сердце каждого своего ближнего, опасаясь как-нибудь не оскорбить его, не ожесточить. Нужно создать вокруг него воздух любви, чтобы оно могло дышать свободно. Ибо человеческое сердце так устроено, что только окруженное любовью оно чувствует себя свободным, и тем легче выбирает путь благой жизни. Напротив, в обществе, где нет любви, соблазны с ясностью нападают, с яростью нападают на малых всех, теснят их сердца и ожесточают, толкают их гибели. Как изумительно говорит святой Иоанн Златоуса о превосходных свойствах человеколюбия, христианам преимущественно перед всеми запрещается насилием исправлять впадающих в грехи. Требуется много искусства, то есть искусства в любви, чтобы сраждащи убедились добровольно подвернуться врачеванию. Святой Силуанн говорит, «Не должно быть предела в осторожности в применении наказания к человеку за его преступления и проступки». Есть много примеров, доказывающих, что снисходительность и долготерпение доводили виновного до полного душевного спасительного переворота. Было бы только предоставлено ему время раскаяться, и бодрствовала бы только над ним любовь, которая милосердствует, не раздражается, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Евсевий, первый историк церкви, конец третьего века, в главе о том, как боголюбезные мученики принимали падших во время гонений и заботились о них, приводит следующее свидетельство летописца, прежде всего о их скромности. Хотя достигли они великой славы, хотя не однажды, но многократно мучены были, от зверей переходили опять в темницу, и на всем теле носили ожоги, рубцы и раны, однако негодовали сами, кто называл их мучениками. Они всех защищали, никого не обвиняли, всех разрешали и никого не вязали. Они не превозносились над падшими, но имели материнское к ним милосердие. В мире отношений к Отцу не произвели ни скорби в сердце Матери Церкви, ни нестроения вражды между братьями, но оставили радость, мир, единодушие и любовь. Эти слова о любви упомянутых блаженных мучеников к падшим, говорите все ведь, я привел как полезные, имея в виду тех, которые впоследствии по бесцеловечии и несчувствительности жестоко поступали с членами христовыми. А отношение исповедников-мучеников к падшим такое, а не иное, имея чрезвычайное значение. Ибо, как говорит русский историк Балотов, в мученичестве есть продолжение апостольского служения в мире. Значит, следование к примеру исповедников для будущих христиан есть исполнение апостольского предания. Еще одно необычайное свидетельство апостольского отношения к падшим. Апостол Иоанн Богослов при посещении некой церкви встретил юношу, которого поручил особенные заботливости тамошнего пресвитера. Юноша вскоре взялся атаманом шайки разбойников. При вторичном посещении церкви апостол, узнав об этом, от великой скорби разорвал на себя одежду, сел, несмотря на свою глубокую старость, верхом на коня и велел указать ему путь в горы к разбойникам. Там он просил провести его к начальнику. Когда атаман подошел и увидел старца, тот стыда бросился бежать. Апостол повнялся за ним, забывая свою старость. «Зачем ты бежишь от меня, твоего отца?» взывал он. «Остановись! Веруй! За твою душу я отдам свою!» Когда юноша остановился, потупя взор, апостол упал перед ним на колени, облабызал правую его руку, умоляя и увлек обратно в церковь. Юноша покаялся и родился вновь для святой жизни. Изменяемость устроения церкви в зависимости от любви членов церкви друг к другу, вернее, от постепенного упадка любви, то есть все большего и большего нарушения главной заповеди Христа, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Изменялось устроение церкви. Вместе с тем забывалось и самое понятие царственного священства. Невозможно теперь нам самим вернуться к первоначальному строю церкви, как проповедуют некоторые сектанты. Необходимо хранить церковь в том распорядке, как получили мы ее перед нашим рождением. Только Господь Иисус Христос и сокрушающим воздействием благодати может разрушить несовершенный порядок и дать создать новому в любви. Впрочем, некоторые ныне полагают, что церковь первоначально явилась в зачаточном состоянии, но постепенно, развивая свою организацию, достигла великого могущества. Нет. Церковь Христоса сразу была явлена в полной силе, славе и свете, когда огонь, который Христос приходил наизвести с неба, возгорелся на земле. День Пятидесятницы. И можно сказать напротив, чем больше нуждается церковь в организации, тем более знаменуется ее духовное обещание, потеря огня. Вышние силы, действовавшие в церкви в великой благодати, творили то, что церковь не нуждалась в земной организации, основанной на дисциплине, полное подчинение младших старшим. Дисциплина приходит, когда проходит любовь. Существует любви и знания во Христе. Как нам изъяснить, что произошло в церкви вначале, а чего она стала изменяться? Мы говорили, что церковь первоначальная являла собой церковь торжествующую, церковь воскресения, где нет греха, люди жили в фаворском свете. И значит нет креста страдания. Мы сравнили то время с нашим пасхальным состоянием, когда все без исключения пользуются даром великой благодати. Вспомним, что говорит на Пасху святой Анзлатауст. Приглашается все ликовать воздержные и невоздержные, постигшиеся и непостигшиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна, насыщайтесь все. Телец велик, никто пусть не уходит голодным. Все наслаждайтесь, все. Насыщайтесь. Пиршеством веры, все пользуйтесь богатством благодати. Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Но ни часа, ни два, три года продолжалось тогда это райское время Христового общества. Что же получали участники славной церкви? Они были по исти и царственным священством, и каждый вкушал благо своего именитого звания. Всякий мог сказать о себе, как впоследствии сказал о себе апостол Павел, не я живу, а живет во мне Христос. Что же это была за жизнь? Была ли это любовь? Да, прежде всего, это была любовь. Однако ни труд любви, ни жертва собой для других. Сам Христос исполнял и преисполнял сердца о любови друг к другу и ко всем. Не любить было нельзя, как нельзя не чувствовать света при ярком солнце. А церковь вокруг распространялась в сиянии любви. Не только любили друг друга, но находились в любви у всех, всего внешнего народа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. И было у всех одно сердце и одна душа. И управления при таком состоянии всех в церкви не было и не могло быть. От каждого проявления жизнедеятельности каждого члена церкви, направляемого Духом Святым, легко и привольно чувствовали себя остальные. И Духом Согласия все делалось как бы само собой. Также от Христа получали через Духа Святого знания каждому члену церкви на его языке, сообразно всему складу его личности, индивидуальности, восприятия. Дух Святой открывал тайны христианства. Все были как избранники Христовы. А избранник, подобно апостолу, может сказать, «Евангелие, которое я благовествовал или получил, был нечеловеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Даже о самих событиях жизни у Господа Иисуса в тайной вечере и другие апостол Павел знал через откровение, а не от людей. В этой первоначальной церкви все были научены Христом так, что после великого гонения, рассеявшись по Иудее, они ходили и благовествовали Слово. Не некоторые, а именно все, как сказано, рассеявшиеся, благовествовали. Передины факты немногие, например, о Филиппе, где он был, но сказано про всех. Все были царственное священство. Творчество – свойство человека. И любовь и знания даны от Бога. Верующий получил их как бы даром, без труда. Таково состояние в раю. Но заключается ли райское блаженство человека только в любви и знании от Бога? Христос есть полнота, наполняющая все во всем. Мы должны рассмотреть еще одно свойство человека, имеющее чрезвычайное значение в его судьбе. Человек жаждет общения с себе подобными любви. Однако, не менее вернее сказать, даже в большей степени, он ищет быть и наедине с самим собою, что-то выносить в себе, явить из себя то, что мы называем прирожденной творческой способностью. Насколько это свойство получает исполнение во Христе в настоящем и будущем веке? Прежде всего, мы должны признать, что творчество есть нечто изначально присущее всем людям. Во всяком труде человек как бы находит себя, когда вступает на творческий путь. И состояние ленивого, будничного, тяжелого, от какой-то тяготеющей над ним бессмысленности, в подневольной работе, поденщина, он становится легким, радостным. Творческий труд-праздник. Куда бы ни пошел творец, не отвлекся иной заботой, он торопится обратно в свой внутренний мир, полный огня, непрестанного веселья. В течение дня и ночи блистают, загораются новые мысли, продолжается творческий процесс. Жизнь полна, счастье найдено. Стремление к творчеству заложено в глубине души каждого человека. Если оно почему-либо не осуществляется, то человек томится, страдает. Тоска по творчеству различные испытывают. У одних как редкий вздох о чем-то невыраженном в душе, у других как страдание от недостатка таланта. Напрасно думать, что так называемая недоровитость означает неспособность к творчеству. Дело в том, что по творчествам в земных условиях обыкновенно, разумеется, воплощением, материализация, умение передать нечто внутреннее в слове, звуке, чертеже, в цифрах и так далее. Обладающий таким умением и называется даровитым. Здесь коренится жесткость. И жесткость неравенства в людском обществе и начало превозношения одних и зависти, ненависти, отчаяния у других. У одних все счастье, у других безнадежность, как произвитель называет ее бездарность. Но именно потому, что жажда творчества, утоляемая или неутоляемая, живет в душе каждого. Надо думать, что творчество не есть только материализация, а некая духовная способность еще не вполне открытая. Человек создан по образу и по подобию Творца Небесного. Что значит творчество в божественном смысле? Это-то и не открыто до конца. Соответственно, слово апостола Иоанна еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это в будущем веке. Но возможно ли творческое состояние для человека в земном порядке, когда не Он живет, а живет в нем Христос? Земные творцы, привыкшие к интуиции, то есть к вдохновению, как бы неизвестно откуда, могут предполагать, что жизнь во Христе невозможна для Творца, ибо свет Христов не дает человеку сосредоточиться в самом себе, без чего немыслимо творчество. Однако библейское сказание о пребывании человека в раю дает на это исчерпывающий ответ. Там сказано, Господь Бог привел к человеку всех животных полевых и всех птиц небесных, чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было ей имя. Таким образом, Господь присутствует и ожидает от человека творческого напряжения, и человек сосредотачивается, и сам из себя являет имена зверей. Бог, будучи все во всем, может оставить человека в полном одиночестве, присутствуя в нем. Таким образом, царственное священство заключается в любви, знании и творчестве. Чтобы понять, что такое творчество у члена церкви, то есть творчество во Христе, нам необходимо узнать, что такое творчество без Христа. Любить без Бога нельзя, но творить без Бога, ниже мы объясним, что значит эти кавычки, без Бога в кавычках, можно. Вот страшная таинственность этого божественного изначального свойства человека, способности к творчеству. Творить можно наперекор воле Божьей. Мнимое знание В раю было полное соединение с Богом в любви, в знании, в творчестве. Любовь осталась у Бога. Любить в состоянии только сыны Божьи. Сыны тьмы могут только ненавидеть. Любовь послужила основанием искупления человека Христом. Так же мы утратили знания, имея неверное и искаженное. Истинное же знание после грехопадения стало называться откровением, то есть тайной между Богом и Его избранником. Как сказано, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, то есть полная индивидуальность, особь, которую никто не может знать, понять, кроме того, кто получает. А об этом свидетельствует апостол Павел, говоря, что невозможно передать неизреченные слова, которые он слышал в своем восхищении на седьмое небо. Вообще, по свидетельству первого историка церкви Евсея, апостолы писали мало. Они писали только по настоянию нужды. Почему? Потому что они знали, что сам Христос дает высшее, чему хочет научить человека. Необходимо только довести человека до Христа. Мы с вами пока не изобразится в нас Христос. Даже истины всем как бы открыты, например, Христос, Сын Божий, Богородица, Преснодева, не могут войти в сердце человека, если не будут туда вложены самим Богом. Напишу их на сердца, их. Наше же общее знание, нами самими добытые, есть только фикция, вымысел, предполагаемое знание, гипотезы. Они никогда не имеют абсолютного значения. А потому они всегда текучи, изменчивы, неверны. По поводу наших знаний можно выразиться так. Человечество живет ощупью, не зная самого главного того, что Кант назвал вещью в себе, то есть всегда оставаясь перед какой-то, никогда не раскрывающейся тайной. Человеческая мудрость называют ограниченным того, кто верит в незыблемость научной истины, и, напротив, признает самым глубоким человеком того, кто сомневается во всех полученных от человека знаниях. Мудрость же Божественная называет праведным того, кто никогда не сомневается в истинах, открытых ему Богом. Авраам поверил Богу, это изменилось ему в праведность. О самых достовереннейших человеческих знаниях высшая человеческая мудрость говорит, да, может быть, это так, а может быть и иначе. Математическая аксиома, истинно не требующая доказательства, должна быть принята как данная только нашего созерцания мира. Так, например, при изложении аксиома, что две параллельные линии не могут сойтись, в привычании следует добавить, при каких-то особых условиях, очевидно, не при обычном измерении, а они, быть может, сойдутся. Другая аксиома. Прямая линия из кратчайшего расстояния между двумя точками наводит на мысль, возможно, есть и нечто иное, что соединяет две точки более кратким образом, чем прямая линия. Вот, читаем об одном святом. Он у нас тяжелый в изанку дров и был очень далеко от дома. Изнемогший праведник присел на землю, замолился Господу, и то сейчас оказался у порога своего жилища. Очевидно, здесь нарушено расстояние по прямой линии. А оказалось, возможность двух точек на земном шаре мгновенно, без протяжения, сменить друг друга. Еще более грандиозная космическая истина, что вся Вселенная находится в гармоническом движении планет вокруг своих солнц. Нарушена была Иисусом Новином. Стой, солнце! И солнце продолжало светить, пока не окончилась битва. Значит, у Господа есть и иной, незнаемый нами план. Порядок мира, вернее, многие планы порядки. И этот неоткрытый нам порядок может на время самым реальным образом по воле Божией, по молитве Его избранников, заменить обычный законный строй космоса. Мудрец говорит, я знаю только, что я ничего не знаю. Святой же к этому добавляет, если не откроет мне Бог. Противоположность словам обольстителя в раю будет и как боги, знающие добро и зло. Человек без Бога совершенно не различает добра от зла. И так, грехопадение прародителей не только не сделало человека Богом в смысле знания, как ему было обещано, змеем, но, напротив, лишило его понимания, что такое знание и где его искать, если не искать в Боге. Мы не вышли на свет, а попали в потемки и так бродим. Есть еще знания. Те, кто совершенно предался сатане, утверждают, что они имеют великое знание. Им приходится доверять на слово, так как здесь тоже откровение в кавычках. Однако самые большие из этих людей при встрече с носителями Духа Святого всегда позорно проваливаются со всеми своими знаниями. А многие из них уходят от сатаны и приходят к Богу, когда огонь Духа Святого горит в мире. Многие, занимающиеся чародейством, собрав книги, оказалось их на 50 тысяч драхм, сожгли их перед всеми. Творчество без Христа. Любовь и знания, надо полагать, не основные свойства человека, утрачены падшим человечеством. Но творчество, надо полагать, ведь основное свойство человека у него остается. И он имеет возможность располагать этой своей способностью, как ему заблагорассудится. Любовь и знания остались у Бога. Необходимо вернуться к Господу, чтобы снова их получить. И Дух Божий руководит человека и в любви, и в знании. Но в творчестве человек может иметь Дух иной, не Божий. Когда дьявол в раю соблазнил людей, он обманул их, говоря, что по знанию они будут, как боги. Дьявол имел свою цель. Она выяснилась много времени спустя. Лишившись света, дьявол искал себе жилище. Жилище можно назвать все то, где есть свет Божий, ибо без Бога только пустыня, небытия. Сатана хотел жить, пользуясь Божьим светом на земле, и для этого вселился в людей, вселялся, не лишенных этого света в творчестве. Ибо творчество есть пользование энергиями Духа Святого. Необходимо было внушить освободившемуся от Бога человеку мысль об устроении на земле царства собственного, человеческого, а не Божьего. Примитивно выраженный миф, а Прометей объясняет, как нельзя лучше смысл того, что произошло. Прометей научил людей, как пользоваться ворованным огнем, – огонь и есть сила Духа Святого – себе на потребу, чтобы, возможно, удобнее и комфортабельнее во всех смыслах устроить на земле. Цель жизни именно в этом разностороннем устройстве, всегда материальном, иногда очень тонком. Первые страницы Библии не оставляют сомнения, что это так и было. Здесь строго разграничены два рода людей на земле, противоположных по своему устремлению, духовному вкусу. И точно указано, какой род положил начало земному творчеству. Первые страницы Библии не оставляют в этом сомнения. Изгнание из рая породило в душе человека два различных желания. Одно желание вернуться к Богу, тоска жить в мире без Бога, воспоминание о блаженстве бытия с Богом, отвращение к прочному устройству на земле праха. Другое желание, надеясь на свои силы, попытаться, возможно, удобнее устроиться на этой земле. И так, чтобы ни от кого не зависеть и жить, не отдавая никому отчета в своем поведении. Это раздвоение в душе первого человека тотчас олицетворилось в двух его сыновьях, Авеле, потом Сифе, и его потомстве, и в Кайне, и его потомстве. И в слове Библии мы можем вывести заключение, каковы главные черты потомства Сифа, а также потомства Кайна. Про потомство Сифа сказано, когда у Сифа родился сын, тогда начали призывать имя Господне. Позднее потомки Сифа названы были сынами Божьими, соответственно, потомки Кайна – сынами человеческими. Не пояснено, что это значит. Однако, зная историю Ветхого, а также Нового Завета, мы понимаем эту краткую характеристику Сифового потомства. Сынами Божьими, по христианской терминологии, Божьими людьми, называются люди во всем имеющие руководство Духа Божия. На все дела свои они непрестанно призывают имя Господне. Они воплощают райское душевное настроение первого человека, богатого откровениями Духа Святого. Богаты. Никакая земная забота не удручает их. Они забывают обо всем житейском. Именно про такое состояние у человека скажет впоследствии Господь Иисус Христос. Не заботьтесь, что вам есть, и что пить, и во что одеться. Вы гляните на птиц небесных, они не сеют, не жмут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Посмотрите на полевые лилии, не трудятся, не придут, на Соломон во всей славе своей и не одевался так, как всякое из них. Ищите царство Божие, и правда его это все приложится вам. Когда душа ищет и находит Бога, а благодать и блаженствует, все необходимое совершается как бы само собой. Напротив, мысль Каина была прикорна к земле, к наилучему на ней устройству. Но не только настоящее интересовало его, он думал о будущем. Тот, кто соблазнил его отца, увлекал Каина мечтой о возможности грандиозных человеческих дел на земле. Каин как бы уже слышал блистательный шум строящегося от царства земного. Где-то на горизонте счудились великолепные постройки будущих больших городов, их музыка, волнующие движения жизни. Простота Авеля с его отрешенностью от всего земного возмущала Каина. Он стал презирать земную бедность брата, его нежелание воспользоваться творческим гением земного строителя. Вот где кроется тайна убийства Авеля. Именно в отношении Бога к благочестию Авеля и к мечтам Каина жертву последнего Бог не принимал, тем призывая его отказаться от неугодного Богу пути. Это бесило Каина. Его душа как бы уже до краев была полной славой человеческих дел, гордостью создания собственного мира. Ему хотелось отойти как можно дальше от Бога, чтобы никто не мешал быть одному со своим счастьем. Авель всем своим существом, непрестанно напоминая брату о Боге, о всемогущности Творца неба и земли, был как бельмол в глазу Каина. Пролитие братья и крови создало Каину возможность совершенно оторваться от Бога. Необходимо только было закрепить эту оторванность отказом от покаяния. Призванный Богом к ответу, Каин, отклоняя Божье участие в своей судьбе, грубо ответил, «Не знаю, разве я сторож брату?» Принял Божье определение, что он будет изгнанником из китайцем и не стал просить у Бога, чтобы это изгнание было временным до его исправления. Напротив, дерзко согласился, «Ты сгоняешь меня от лица земли, и я вскроюсь от лица твоего». Но, опасаясь за свою жизнь, Каин сказал Богу, «Я буду изгнанником, и всякий, кто встретится со мной, убьет меня», то есть требовал от Бога своей безопасности. Бог ответил, «Всякому, кто убьет тебя, отомстится всемиро», и сделал Каину знамение, чтобы никто не убил его, знаменование свободы человека во всем. Куда же скрылся Каина от лица Божия? Он построил себе город и назвал его именем своего сына Энохом, то есть как бы утвердил этот город в своем потомстве. Понятие «город» имеет в священном Писании символическое значение. В городе сосредотачивается сопротивление Богу. Указывая на Каина, как на основателя города Библии, в конце истории, в откровении святого Иоанна, разросшийся город определяет, как великую блудницу, мать блудницам и мерзостям земным, как самого злого врага Церкви Христовой. При его разрушении в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Перечисляя потомков Каина, Библия останавливается только на главном выразителе этого рода, ламехе. Он имел две жены, и как некий завет сказал им следующее «Внимайте словам моим, я убил мужа в язву, и отрока в рану мне». Если за Каина отомстится всемиро, то за ламеха в семьдесят раз всемиро. Что могут значить эти странные выражения? Во-первых, то, что в Каиновом родине прекращается преступление-братоубийство, и затем, что преступники вполне уверены в своей безнаказанности, даже не просят у Бога о своей безопасности, как их предок Каин, а сами определяют драконовскую месть за свое умерщвление. Устами ламеха зло уже беззастенчиво демонстрируют себя на земле. Сыновья этого ламеха, утвердившиеся в противлении Бога, объявлены в Библии отцами творчество на земле. И у Вал был отец всех играющих на гуслях и свирели, то есть на музыкальных орудиях. И значит, отцом вообще искусство на земле, так как все роды искусства духовно связаны между собою. Другой сын ламеха, то Вал Каин был кавачом всех орудий из меди и железа. Опять подсеркнуто всех. Значит, отец всех изобретений на земле. Откровение Духа Святого в книге бытия характеризует род Сифа словами «Тогда начали призывать Бога на земле», характеризует противоположие ему род, сынов человеческих, как положивших начало творчеству на земле, не Христову творчеству. Человечесица вступает в порочный круг. Она желает воспользоваться завоеванной прислушанием Богу свободой и самолично, самочинно, руководясь своим вкусом, устроиться на земле. Дьявольское намерение «Буду жить на земле!» воплощается людьми. Этот порочный круг таит в себе такую притягательную силу, что сыны Божии через некоторое время смешиваются с сынами человеческими. Как сказано, сыны Божии потомки Сифа стали входить к дочерям человеческим, то есть к женщинам из потомства Каина, и они стали рождать им Библия 6.4 «Бытие» «И увидел Бог, что велико развращение человека на земле, и что все мысли, помышления сердца их были злу во всякое время». Вот истина для всех времен и народов и начаток пессимизма для всех человеческих дел. Из этого порочного круга человеку никогда не вырваться, если не последует Божьего суда, чудо. Праведный ной после потопа начинает новое поколение людей. Но напрасно думать, что в этом новом человечестве неудачны были только потомки Хама. Нет. С постройки Вавилонской башни сделаем себе имя без Бога. Приняли участие и потомки Исима, и Афета. Все уклонились, и все оказались негодными. Нет творящего благоя, нет ни одного. Опять необходимо было начать новое образование Авраамов род. Но и этот род почти весь проваливается, кроме нескольких десятков человек, собранных около Христа. Первые три года христианства еще около сотни лет, когда десятки тысяч людей забыли о мире и любите мир и не того, что есть в мире. Взоры их были устремлены на небо. Откуда он должен был прийти со славой? Но он не приходит, и все снова колеблется, и по мере того, как миллионы людей принимают крещение, христиане постепенно возвращаются в продолжение земного строительства. Между прочим, к укрепению церковной организации, чтобы сделать церковь крепче, чтобы она как-нибудь не развалилась, здесь укрепляющая мысль. Мы собрали церковное богатство, богословие, песнопение, мощь организации. Но почти две тысячи лет мы провалиемся в небытие. Христианские народы, жместо тела церкви, глава которой Христос созидают, продолжают украшать, совершенствовать, усложнять и духовно, и технически город, основание которому положил рот Каина на крови Авеля. В мире христианском царит обман. Многим кажется, что существует цивилизация, существует технический прогресс. И это действительно носит материалистический характер. Но зато существует и христианская культура. Эта культура созидает возвышенные духовные ценности. Однако вот как гений Пушкин определяет самую возвышенную область культуры и искусства. Нас возвышающий обман. Правда, он тоже уверяет, что возвышающий обман нам дороже тьмы низких истин. Но дороже здесь употреблено в смысле приятнее. Конечно, вкусу утонченному более приятно возвышенное переживание, чем низменное. Но и то, и другое состояние души не имеет ничего общего со Христом. Не есть путь истины и жизнь, где нет низменного, и тем более обмана. И нас возвышающая обмана, тьма низких истин, одинаково не выводит нас из круга человеческого. У Пушкина есть изображение мистического состояния человека, наслаждающегося искусством. Он, Моцарт, несколько занес нам песен райских, чтобы возбудить бескрылое желание в нас в часах праха после улететь. Райская песня, случайно занесенная настогного вилона, будет в душе бескрылое желание, ненасытимую муху. Мы слушаем в великолепных залах музыку, как бы божественную, прекрасную. Мы возносимся душой в какие-то высшие сферы, мы наслаждаемся этим неземным полетом. Но звуки умолкли и бросили нас в надземную пустоте. Сердце тоскует, оно мучительно, неудовлетворено в противоположность Божьей благодати, наполняющей сердце. Свет искусства приятно уязвляет наше сердце, завораживая, заполняя время нашей недолгой жизни. Таково действие искусства на душу наших ближних. Но и сам творец не счастливее своего слушателя и читателя. Мы говорили, что творчество есть изначальное свойство человека. Творя, человек испытывает глубочайшее удовлетворение. Однако для творца человеческого только процесс творчества дает счастье, то есть моменты, когда он душой своей погружается в огонь Духа Святого интуиция. Но окончание труда наводит грусть, как бы разочарование. Миг вожделений настал, окончен мой труд многолетний. Что ж, непонятная грусть тайно тревожит меня. Я стою, как подемщик ненужный. Труд Пушкина. Труд кончился и свет в душе погас. Творец не слышит ответной творческой радости в душе ближнего. Тебе же нет отзыва, таков и ты поэт. Эхо Пушкина. Святой Григорий Богослов говорит о музыке. Никогда не расслаблял я сердце музыкальными звуками, нежно потрясающими слух. Лермонтов о свете искусства. Сиял он тихо, как звезда, манил звалом. Но куда? Пустота сердца временно наслаждавшегося игрой с божественным огнем. Поэтому для земного творца перерыв в творчестве безысходная мука. По окончании одного произведения его неотступно тянет к созданию следующего. Напротив, творчество истинное урожденного свыше исполняет душу непроходящие божественные радости удовлетворения, хвалы. Творец испытывает в душе ближнего ответную радость, ибо соединен с ним любовью во Христе. Выразители духа, все развивающегося человеческого мира, гении литературы, чувствуют обреченность людского творческого пути, поэтому вся высокая литература, та же и музыка, и живопись, стоит в глубине своей мрак, безнадежность. Ей присуща так называемая мировая скорбь. Иногда эта скорбь, как бы не ясно выражена, но она непременно присутствует в глубине гениального произведения. Причина этого в том, что художники, писатели не в состоянии понять и увидеть в жизни людей сияние добра, поэтому так называемые положительные типы почти никому не удаются. Быть может, только у одного Диккенса была чудесная способность создавать образы сияющих добротой людей, обыкновенно самых простых. Взглянем на страшную картину правды в нашей жизни. Цент, пользуясь документами человеческой жизни, собранным гением Бальзака, дает нам воображение состояния импульсов большого города. Торжество демократии и централизация управления привлекли в Париж всех честолюбцев и воспоминили все честолюбивые чувства. Деньги, слава, удовольствие, скопленные нагроможденные в одно место составляют здесь добычу, вызывающие целый ряд ненасытных желаний и жизнь отличается большой нервозностью. Каждый невольно поддается общему течению, напряжает все свои силы, удваивает в порыве желания свое рвение, его охватывает лихорадка одновременно и поддерживающая и истощающая человека. Вот где источник чудес в области труда. И чудеса эти творят не только ученые, доучившиеся до отупения, не только художники, работающие до тех пор, пока в голове их не образуется полный сумбур. Нет. Чудеса эти творят также и даже преимущественно так называемые специалисты, которые бегают, интригуют, взвешивают свои слова, ведут бухгалтерию своих приятельских связей, всегда готовы всем пожертвовать, чтобы приобрести клиентов, получить место, добиться известности. Но лихорадка мозга еще опаснее лихорадки воли. Течение современной жизни это широкая река, которую банки, торговля, клевета, ученые запрудили своими мутными волнами. Это поток, который ежедневно врывается в мозг каждого из нас, питая, но вместе изнуряя его. Поэтому для земного творца перерыв творчества безысходная мука всегда. Примите тоже внимание, что успехи знаний бросили в этот поток миллионы новых фактов, что распространение образования дало в нем место иностранным литературам и философиям, что все мировые идеи истекаются в него как во всеобщий резервуар, что люди, руководящие его направлением, люди самые умные, самые ученые, люди крупных дарований, закаленные в борьбе, только не со своими недостатками, избавленные успехом, обладающие наибольшим запасом знаний, с удивительной творческой изобретательностью и необходимыми логическими способностями. Всякая мысль, как бы странно, широка или узка она не была, найдет здесь последователей поклонника, который ее оплодотворит и вооружит всей своей силой разума и безумия. Мысль, как пар, сказать по-современному, как радио, вырывается из этих воспламененных умов, ее невольно приходится вдыхать в себя, она сверкает в этих взорах неспокойных и сосредоточенных, отражается на этих побледших и вялых лицах, видится в этих порывистых движениях, человек города как бы переполнен этим обилием идей, выставленных на улицах, в витринных магазинов, на выставках, вырезанных на памятниках, пропечатанных на афишах, запечатленных в книгах, реющих в воздухе. В чем искать отдых от этой лихорадки мыслей и желаний? В другой лихорадке, лихорадке чувств. Вы глядите на Париж в предвечерний час. Зажирается газ, бульвары и театр наполняются, толпа жаждет наслаждений, ее привлекает все, что сумит удовольствие, вкусу, слуху, зрению, удовольствие утонченное, искусственное, приготовленное на то вредной кухне, призвание которой возбуждать, а не питать человека, и которую расчеты распутства создали для прихоти, пресыщения и разврата. Все удовольствия, не исключая даже и умственных, ненормальных и пропитаны чем-то едким. Притупленный вкус требует возбуждающих средств. Разум здесь облекается в одежды безумия, неожиданность, странность, беспорядок при увеличении во всем. Таков дух большого города везде на земном шаре. Больше или меньше тем в этом вся разница. Тот или иной душевный оттенок ощущений сообразен национальному вкусу. В Париже, скажем, острый, в Москве пресный и так далее. Как чудовищное солнце город всюду возбуждает свою жизнь, его лучи проникают во все углы, где существуют люди. Разве житель провинции не тоскует по большому городу, по его чудесной, единственной, захватывающей жизни? Символом этой жизни является ненасытное стремление исполнять все свои желания, плоти и помыслов. Интересно, что философ Шопенгауэр, названный чудом немецкого глубокомысли, утверждает, что всякое удовлетворенное желание тотчас родить новое желание. И так вся жизнь исполнена одними желаниями без конца. Так гласит формула эпохи просвещения, действительное и в настоящее время. Свобода личности для удовлетворения ее всеразвивающихся потребностей. И как следствие этого лютая ненависть как к кресту, мешающему наслаждаться в полную меру. И именно здесь и раскрывается тайна всечеловеческого творческого процесса и его порочности. Мы оплетены невидимым кружевом развивающегося и утончающегося зла, дышим убийственной атмосферой дьявола довольства, как бы вовсе не сознавая этого. Нет смысла надеяться на духовное начало в творчестве, на блески света, добра, истины, красоты, проницающей нашу культуру. Неудивительно, ведь мы пользуемся энергиями Духа Святого, и без Духа Святого нет творчества. Но нет пользы телу Церкви, глава которой Христос, от нашего творчества. Ибо мы несем энергии Духа Святого на потребу ожившего чудовища, скормленного самочинным человеческим творчеством. Мы слышим, мы читаем бесконечно размножившиеся слова, как бы истинного духовного добра. Но эти слова только носимые ветром пыль небесных пустырей. Слова эти не в состоянии сделать нас иными, родить вновь, и тем вырвать из порочного круга. не сто иное, как именно высокая художественная литература, которая по виду учит добру, а на самом деле околдовывает сердце соблазну мира сего. Сердце юноши, душевно воспитанного художественной литературой, жаждет тонких и сложных переживаний. Перед его духовным взором волнуется огромный таинственный мир, полный неиспытанных им чувств. Сердце сладостно томится в предчувствии. И он заранее ненавидит все, что может помешать ему насладиться богатством мира. Не желание трезвиться, а потребность опьяняться. Вот что прививает людям свет культуры, художественная литература. Говорят, культура облагораживает людей. Да. Она в каком-то смысле делает человека более тонким, более вежливым, более любезным, более чувствительным, внушает отвращение грубым приемам, и все пороки теряют свое видимое злое обличие, становятся незримым жалом, отчего, конечно, не делаются менее ядовитыми. Показателем истинного положения вещей в культурном обществе является не изобилие мировых идей, догм, теорий добра, возвышенной поэзии, а те действительные отношения, какие существуют между людьми. Вот вопрос. Далеко ли мы, христиане, со своей тысячелетней культурой ушли от примитивного изречения «Человек человеку волк». Здесь открывается наш безумный обман самих себя. Представители нашей высокой культуры, те, которые в своих произведениях вопиют и учат всех о зле неравенства, о превосходстве добра перед ненавистью, в то же время в жизни являют себя противоположными, как бы не сознавая даже своей измены. Бальзак, создавший Серафиту и Луи Ламбера и, казалось бы, глубоко понимающий дух молитвы, при встрече с мелким человеком тотчас угнетающе показывает ему его ничтожество. Вот эпизод из его биографии. Какой-то молодой писатель обратился однажды к Бальзаку за обедом со словами «Мы писатели!» Бальзак разразился громовым хохотом и крикнул «Вы, милости государь, вы, писатель?» Какая дерзость! Это Бог знает, что такое? Вы забыли милости в государстве, с кем вы имеете честь сидеть? С маршалами современной литературы! Это не всегда бывает грубо внешне, но всегда не менее болезненно для малых сих. Лев Толстой осознался однажды, что он завидует всякому новому таланту, имеющему успех, желание единоличного первенства навсегда. Чувство превосходства власти, силы отовсюду теснят маленького человека и возбуждают в нем ответные бессильные зловые отчаяния. До какой утонченности и бредовой злости доходят эти воспламеняемые в душе, обойденные судьбой человека уязвления, рассказывает Достоевский в своих записках из-под поля. Один из самых умных людей в мире, гений, который говорит про себя, мы рождены для звуков сладких и молитвов, на памятнике которого вырезаны его собственные слова и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, и который сумел найти ласковые слова для большого злодея самозванца Пугачева и тем действительно призывает милость к падшим, в то же время сообщает своим читателям, внушает им, приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. То есть в обычной жизни приятно жить ненавистью. Или еще кто живым мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Невозможно презирая в душе людей возбуждать в них доброе чувство. Для возбуждения доброты необходима не презирающая, а любящая душа. Дабы избежать любви к ближнему изобретена новая мораль, которую Ницше формулировал так «Ближнего ненавижу, а дальнего люблю» мысли Зостоевского «Любою к дальнему». Понимал ли Пушкин и другие великие люди, что они противоречат самим себе? Нет, они не понимали, не понимают, ибо если бы понимали, то стыдили и бы скрывали свое злое. Но они часто высказывают его в своих лучших творениях. Они спят глубоким сном, злом туманей большого города, завороженным порочным кругом человечьего творчества. И подобно им спят все. Мы невольно лжем, невольно завидуем, невольно ненавидим, невольно раболепствуем, невольно презираем заключение об искусстве. Все, что мы сказали, это не для того, чтобы вынести искусству безнадежный приговор, как чему-то совершенно бесполезному в мире или еще сильнее, как злу. Мы говорим здесь о временах чрезвычайно немощных, и наше слово есть только предупреждение против тех великих надежд, которые наш недуховный век на искусство часто возлагает. Сейчас мы переходим к истинному делу Христа в церкви. Оно совершалось, когда церковь еще не утратила, и когда вновь обретет любовь братья друг к другу, когда строение царства мира сего не в силах захватить церковного общества. Во времена душевное искусство, конечно, искусство высшего качества, имеет значение как некое косноязычное вызывание к правде. Правда живет в гениальных произведениях, но не всегда светится, часто ее нужно искать. Искусство есть душевное утешение для христиан, замученных вечной суетой творимого земного царства и уставших от чрезмерности ежедневных трудов. Оно как бы отрывает от нестерпимой действительности и дает почувствовать, что есть нечто иное. Созерцая различные человеческие отношения, отраженные в искусстве, читатель на время отходит от самого себя и размышляет о самом себе как бы со стороны, а привычные отношения к людям рассматриваются в освещении очень умных, а иногда и добрых людей. Новый род людей на земле. При отпадении от Бога изначальное свойство человека творчества роковым образом обращается к созиданию своего мира, воплощении дьявольской мечты о собственном земном царстве. Как спасти человека от этого влечения? Ответом служит цель христианства. Как открывается она Христом в беседе с Никодимом? Необходимо родиться свыше, родиться во второй раз. В свистенном Писании дан образ этого второго рождения. Огонь пришел я не извести с неба, и как я томлюсь, что он еще не возгорелся, говорит Христос. Огонь не возгорелся при его жизни. После своего воскресения перед вознесением на небо Христос сказал ученикам «Не отлучайтесь из Иерусалима. Через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. Примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И действительно, в день Пятидесятницы Христос послал от Отца Огонь, который обещал не извести с неба, Духа Утешителя. Необходимо понять, что произошло в Пятидесятницу. Скажем так, на земле жил Бога-человек, который учил людей и примером своей жизни и различными поучениями. Но изменилось ли от этого его ученики и все сердечно к нему расположены? Изменились ли Тех, кто всем существом своим влеклись к нему? Нет, они остались по своей природе такими же, как и были, не были в состоянии сделать все иными. Христос много раскрыл ученикам, заповедовал им причащать все его тело и крови, но все это было для них до времени безжизненным и непонятным. Можно выразиться так, если бы не пришел Дух Утешитель, то мир остался бы в темноте, как был до Христа. Конечно, мы допускаем это отрицательное условие, только для удобного понятности, ибо знаем промысел Божий, волю Божию о том, как должно было явиться изменение. То, что произошло в день сошествия Святого Духа, было полной неожиданностью новому в мире, ничего не повторявшим, было рождением новых людей, каких никогда не было на земле, с новым сознанием, с новыми силами, с новыми чувствами. Если привести пример, любовь не была известна до сих пор, ее не имели ни патриархи, ни Моисеи, ни даже Давид, никто из пророков. Это я стоит из слов, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Жизнь, которая открылась в человеке, была не по получению Христа, не по воспоминаниям о его образе жизни, а во Христе. изречения в Господе, ясен путь истины и жизни. Не были чем-то, что нужно было достигать, чему можно было научиться, а было вселением пути истины, жизни в человека, как его собственный путь, его собственная истина, его собственная жизнь. И только одно осталось прежним. человек имел свободу оставить эти новые путь, истину и жизнь. Повторяя для ясности, оставляя на земле своих учеников, Христос не сказал им, теперь начинайте жить, как я вас научил. Он только предупредил их, ждите обещанного. И послушные его слова ученики, небольшая группа людей, человек около ста двадцати, церковь Христова еще нерожденная, затворились в тесноте горницы, и как бы перестали жить. Старое кончилось, а новое еще не началось. И вот свершилось. Было ли это исполнением обещанного? Нет, обещаемое есть нечто предвидимое. Совершил уже чего обещать нельзя. Бог явил себя как любовь безмерная, непостижимая. Человек изменил Богу, отдал свою власть дьяволу, и рот человеческий навсегда становится бессильным вернуться к Богу. Для этого необходим новый род людей. Бог делается человеком, чтобы начать свой род на земле. Христос второй Адам. Избрав первоначальную свою церковь, Господь посылает ей в день сошествия Святого Духа не помощь, а совершенство, и, значит, сказать, возвращает людей в рай. полному несовершенству и совершенной немощи дарованы полная мощь и совершенство. Рожденному свыше явились новые его путь, его истина и его жизнь. Путь это совершенное творчество, истина, разумение тайн Пресвятой Троицы через откровение, и вообще всякого рода обо всем божественное знание, открываемое каждому члену церкви, сообразно его индивидуальные способности восприятия. Жизнь церкви Христовой и жизнь каждого человека во Христе это любовь. В книге Деяний апостолов из трех свойств царственного священства ничего не сказано о пути и творчестве, и это понятно. Творчество в ее совершенстве непередаваемо на человеческом языке. Некоторые понятия о нем постараемся дать, когда станем говорить об изменении пути, то есть творчества, при заболевании тела церкви грехом. Об истине знаниях в Деянех апостолов даны только самые общие понятия, и не говоря уже об индивидуальных откровениях, о которых апостол Павел сказал, что пересказать их нельзя, но даже некоторые всем доступны в тюременознания, например, об Антихристе, апостол Павел с постами крестовникийцам говорит, вы знаете, и не пишет, что остались для нас почти неизвестными и часто искаженными. Жизнь, любовь, изображена очень общими чертами, одно сердце и одна душа у всех, никто ничего не называл своим, великая благодать была на всех их. Но, конечно, любовь эта была рассвечена радужно различием натур. Было неприходящее веселье, горение сердец, была простота, несложность отношений, чувство Божьей победы, ослепительное сияние знамений Креста, созерцание распятого на кресте Христа пришло значительно позднее, когда тайны беззакония вкралась в церковь. Именно про эту огненную церковь Григорий Богослов говорит, было время, что сие великое тело Христово, сия досточестная слава царян, народ, царствующий на земле, на целой земле, был народом совершенным. И тогда каждый, кто вновь приходил в церковь, получал мгновенно все, чем пользовались другие, становился райским жителем. Проникновение Духа Антихристова в церковь Тайна Беззакония уже в действии. Что же произошло в этой совершенной церкви, что стала она изменяться? Изменяться столь горестно, что уже в IV веке Григорий Богослов, произнося обсловий к епископам, цитированные нами о совершенной церкви, и переходя к своему времени, восклицает, так было некогда, а что ныне смешно то видеть. Такое страшное выражение в устах человека, имеющего полноту Духа Святого. Аян Златоу сравнивает свое время даже не с первоначальной совершенной церковью, а с жизнью коринфян, которых апостол Павел обвинял в бесчисленных преступлениях, однако и хвалил также за их ревность и любовь. Между тем, что апостол Павел хвалит в коринфянах, никто не заметит даже в учителях настоящего времени. И так все погибло и пропало. Причина же в том, что охладела любовь. Конец выдержки. Охладела любовь. Можно недумевать, читая в яниях апостолов, о любви первоначальной церкви, о великой совершенной любви, дарованной людям. Для чего Христос так многое настойчиво призывал к любви, если затем дал полную любовь и сделал ее жизни в своей церкви. Ответ на это недоумение может быть только один. Слова Христа ученикам «Да любите друг друга» были не призыв к любви, а мольба Бога, снова желающего дать рай. Не отходите опять от меня, презрев любовь, которую без труда с вашей стороны от меня получите. Какие чувства необходимо было приобрести царственному священству? Все высокие чувства были даны в полноте Духом Святым. Необходимо было только не приобрести самых низких. И вот произошло нечто непонятное. Люди, имеющие полноту любви Божией, полноту всех земных благ, не было между ними никого нуждающегося, вдруг стали теснить своих ближних из-за чего? Как будто даже нет причины. Чем вдовицы иллинистов могли беспокоить иудеев при ежедневном разоянии потребностей в этом обществе столь добрым, что никто ничего не называл своим и имели все общее, не было заведующих столами. Вот уже несколько лет при любовном молчаливом согласии всех друг с другом все делались как бы само собой, всем хватало и даже в изобилии. Характерно выражение, которое употреблено в деяниях апостолов для квалификации происшедшего. Вдовицы иллинистов пренебрегаемы были в ежедневном разоянии потребностей. У евреев-христиан явилось откуда-то такое презрение к братьям-христианам, евреям из стран языческих, еллинистов, что как-то само собой выходила дьявольская усмешка, что и изудовицы, то есть слабейшие из еллинистов, стали оставаться ни с чем. Откуда могло зародиться среди самых добрых любовью Христа людей столь безжалостное чувство, презрение, кто виновники? Несомненно, начало этому чувству положил тот род ревнителей веры, который впоследствии так мучил апостола Павла и мешал ему свидетельствовать о Христе. Это были превозносящиеся своим чистым иудейством, своим избранничеством, чрезвычайные ревнители и исполнители закона. Вот соблазн разделения, раздробления одного сердца и одной души веровавших. Мы иудеи, а они еленисты, нельзя им быть наравне с нами блестителями чистой веры. Грех превозношения в христианстве гораздо более соблазнителен, чем иудеи. Превозношение после Христа и сошествия Святого Духа, принесшего полноту любви, ничем не может быть оправдано. На нем печать истинного дьяволого сыновства. Апостол Павел Дух превозношения именует Духом Антихристовым. Когда этот грех проник в церковь, начала и любовь. Явились противоположные любви, презрение, пренебрежение ближних, ненависть. Будущий столь страшен по соблазну, грех превозношения в то же время чрезвычайно тонок в смысле обнаружения истинных виновников его. Эти преступники и самим себе и другим кажутся праведниками и всегда действуют под покровом защиты, чистоты веры. Вот почему грех своей корысти анании и сапфиры был обнаружен и виновники его не могли остаться в огненной церкви, отпали, были как бы выброшены силой совершенства церкви и общество Христово на земле, хотя и потряслось страхом великим, пребывало непорочным. Грех же превозношения не мог быть обнаружен, ибо проявился не сам в себе, а в соблазне как бы всего народа. Те, кто до сих пор жили, как одно сердце и одна душа, распались на два соперничающих народа. Произошел у еленистов ропот на евреев. Проникши в церковь Христову и не будучи обнаружен, грех превозношения существует там до конца времен, как тайная язва тела церкви. Он является тем антихристовым духом, о котором апостол Паос говорит. Тайна беззакония уже в действии, превозносящаяся, любящая больше всего самих себя и тем противящейся любви Христовой, действует в церкви Христовой, занимая обыкновенно первенствующие места по благочестию лжесвятые. По своему иерархическому или вообще священническому или монашескому санну, лжепастыри, лжемонахи, или по своему значению в государстве, они ведут совершенно скрытную на ожесточеннейшие брань с избранниками Божьими, верными свидетелями Христа, святыми. Первые сеют в церкви ненависть, вторые любовь. По силе их тайного действия апостол Павел говорит, что они сядут в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога, то есть подменяя дух Христов любовь своим духом злобы адской. По свидетельству апостола Павел, сам Христос убьет их духом у своих, истребит явлением пришествия своего, а до тех пор, значит, они будут действовать невозбранно. В этом свидетельстве апостолу Павлу многим кажется непонятным, что говоря о человеке греха, апостол Павел все время говорит, то есть как об одном лице, но в то же время утверждает тайна беззакония уже в действии. В Откровении Святого Иоанна находим разъяснение этой как бы непонятности. Там те, кто до конца останутся непокаявшимися врагами церкви, названы Гогой, Магогой, словив как песок морской. Откровение 27, 8. Гога и Магога по истолкованию апокалиптица Святого Андрея епископа Кисарийского в переводе с еврейского обозначает собрание превозносящихся. Таким образом определение духа антихриста совпадает у апостола Павла и в Откровении. Что касается одного апостола Павла и множественности в Откровении, то явно, что апостол под местоимением Он разумел лицо собирательное и юридическое категорию лиц, которые будут действовать в продолжении всей земной жизни Церкви Христовой внутри Церкви как самый тайный враг под личиной защитников Церкви и не придут со стороны, как многим кажется, что антихристы и вообще враги Церкви есть внешние враги, магометане, атеисты, язычники и прочее. Таких Церковь Христова не боится и светская победа над ними вовсе не делает Церковь победоносной. Каким образом могли проникнуть совершенное общество Христова с цены противления, когда сам Христос ежедневно прилагал спасаемость к Церкви? Здесь некая тайна. Веки Иуда истариот оказался среди учеников Христовых. Царственное священство претерпевает изменения. Что же произошло с Церковью, когда проникло в ее тело из неизлечимой язвы греховная? Она перестала быть в Церковь Воскресения победной Церковью. Она сделалась в Церковь, где Христос снова распят. Победа Христа принесла человеческому роду совершенство, новый рай. Если бы к этому беспорочному совершенному обществу постепенно присоединился весь мир, то Царство Божие воссияло бы на земле без всякой скорби для Церкви. Но дьявол через цену противления, пробравшийся внутрь Церкви, лишил ее возможности быть совершенной, сделал ее обществом, где масса людей подпали соблазну. Тогда и прочие члены ее потеряли свое блаженство, ибо воскорбили о своих падших братьях и, желая помочь им, стали жертвой за грех ближних, понесли их крест на себе. Страдает ли один член, с ним страдают и все члены. Чтобы нагляднее представить себе сущность вновь возникающих отношений братьев Церкви друг к другу, воспользуемся сравнением апостола Павла Церкви с телом, где глава Христос, а все христиане члены этого тела. В теле появилась болезнь. Голова и здоровые члены тела проникают в заботы о пострадавших. От головы следуют указания и все спешат их исполнить. Руки делают перевязку, ноги идут в лечебницу, глаз ищут болеутоляющих средств. Что же происходит со свойствами царственного священства, когда тайная язва греха мучает Церковь? Они претерпевают глубокие изменения. Путь творчества, истина, знания и жизнь, любовь, не имеют уже своего совершенного выражения. Путь становится иным. Да не подумает кто, что под словом путь в Церкви мыслится развитие событий, историческая перспектива. В Церкви совершенной вообще нет событий. Там, если выразиться светски, нет внешних действий, только внутреннее переживание, невидимое, а невидимость. Сияние ипостаси, а не движение их. Простота отношений, так как каждый глубоко сосредоточен в самом себе, необходимое состояние истинного творчества. Путь во Христе это творчество не общества, то есть коллектива, а творчество каждого члена Церкви. Согласие же, гармония всех творческих достижений есть тайна Христа. В чем разница творчества в Церкви совершенной и в Церкви болеющей грехом? Дадим прежде всего совершенному творчеству отрицательное определение. Оно не есть служение ближнему, ибо ближний не нуждается ни в какой помощи, будучи сам совершенным. И не будет учить каждый ближнего своего, потому что все будут знать меня. Значит, оно есть углубленное сосредоточение творца в самом себе и выявление себя таким, какого он есть в своей сущности, в своей глубочайшей индивидуальности. Характерное отличие от земного творчества в нашем смысле, главным признаком которого бывает воплощение, материализация. Это творчество вполне духовно. Про его внешнее выражение на мирском слабом языке, давая туманнейший намек на то, что оно такое, и можно сказать «сияние души, пение души». И тут же следует припомнить изречение святого Серафима Саровского «Молчание – тайна будущего века, словеса – суть орудия века сего». В Ведении Нового Иерусалима Иоанн Богослов говорит, что основание стен города украшено различными драгоценными камнями, по-русски самоцветами. Самоцвет светится каждый своим, ему только присущим светом, преломляя в тайнике своем лучи солнца. Люди – живые камни в сравнении апостола Петра, а Христос солнце – светильник Нового Иерусалима. Самоцвет – нечто бесполезное украшение. Он есть выражение чистой, беспримесной красоты. Конечно, этот образ из Нового Иерусалима дан для определения характера будущего, не польза, а красота, но отнюдь не существа этого будущего. И вот про сущность апостол Ян говорит, мы теперь дети Божии, еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Когда увидим Его, как Он есть, будем подобны Ему. А не дети Божии, как теперь, как Он есть, это Бог в самом себе. Можно заметить отрицательно, что Бог в самом себе не есть Творец неба и земли, даже как человек в самом себе не есть Творец видимых предметов или духовных ценностей в нашем понимании. Мир, видимый и наше современное духовное достижение и творческо-человеческом смысле представляет из себя не более, как жилище тленного. Для человека нетленного наступает иное. Таинственные указания на это видимы в словах апостола Павла. Конец это Христос предаст царство Богу и Отцу после того, как низложит всех врагов под ноги свои. Была ли проблема творческого состояния в церкви совершенной? Эти проблески были, ибо Иоанн Богослов не мог бы сказать, еще не открылось, что будем. Значит, он знал, что Бог есть не только любовь, хотя и сказал в другом месте, что Бог есть любовь. В первоначальном церкви непорочной было и главное условие для совершенного творчества красоты. Полная свобода, то есть независимость духа от внешних причин. Сказать проще, склены церкви не мешали друг другу своими жалобами и своими грехами. Не было призывов внутренне и внешне слышимых помощи ближним. Полная свобода необходима для творчества, по независимым. Но независимость прекращается, когда среди братьев появляются нуждающиеся в помощи. Тогда все церкви ради любви приспособляют свою внутреннюю деятельность к заботам о ближних. Человек уже не сам в себе вольный творец красоты во Христе, а пожертвовавший своей свободой для полезного служения ближнему. Для сравнения на человеческом языке вместо чистой математики, инженерной строительства и прочее. Сам Господь дает направление этой служебной творческой деятельности каждого своего верного свидетеля, посылая соответствующие его природным наклонностям духовные дары. Сделаем оговорку, так было в апостольские времена. Каждому дается проявление духа на пользу. Иных Бог поставил в церкви во-первых апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями, далее иным дал силу чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И все это на пользу. Служите друг другу каждый тем даром, который получил. Говорит то же слово и другой апостол Петр 1, 4, 10. Не будучи творцом совершенным, верующий апостольского века все же пребывал в духовно-творческом состоянии. Впрочем, мы не можем понять, в чем заключается творчество у имеющего духовный дар. Иоанн Затаул через 300 лет говорит о духовных дарах, что это предмет неизвестный, то, что теперь не бывает. Толкование на 1 Коринфян 12.1. Хотя он и дает приблизительные понятия о различных дарах, однако что такое развитие таланта при этих дарах знать нам невозможно. Невозможно знать, потому что духовное творчество не имеет ничего общего с творчеством нашим, имеющим в виду всегда материализацию, воплощение. Творчество в нашем представлении непременно труд, работа над стилем, разработка метода. Без труда для нас и нет творчества, а что-то бесформенное, невоплощенное. Между тем, духовный дар не воплощаем, оттого и оказывается через 300 лет предметом неизвестным. Сам Господь как бы облекает его в форму удобную для восприятия ближних. Это непосредственно через дароносцев общение Господа с верующими в Него. Однако как, каким образом творческая свобода остается у дароносителя, где Дух Божий, там свобода? Отметим замечательную черту апостольского времени. Наблюдается еще полный разрыв между творчеством мира сего и духовным рождением церкви. Христово общество живет, как должна жить Христова Церковь по слову Спасителя Самарянки. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Ни Иерусалим, ни гора Самарянская не нужны христианам, они собираются на вечере любви в простой горнице. Ни храмы, никакие предметы культа, никакие книги, установления, ничего из бедных вещественных начал не требуется им. Все это предмет впоследствии как некое если невозвращенное невозвращение на пользование чужеродным творческим добром. И это когда Церковь отяжелеет оземляниться. Когда в палате действует Дух Святой? Что можно запечатлеть при помощи бедных вещественных начал? Апостол Иоанн в двух посланиях свидетельствует свою неохоту писать на бумаге чернилами и великое преимущество говорить устами к устам чтобы радость была полна. И все апостольские писания есть плод крайней нужды а не желания увековечить свои слова. Ибо апостолы верили в живого Христа и надеялись что Дух Святой будет всегда говорить верующим если можно так выразиться устами к устам. Апостол Иоанна прямо указан на это. Впрочем помазание которое вы получили от него то есть непосредственно на учение Духом Святым в вас пребывает и вы не имеете нужды чтобы кто учил вас но как сие помазание учит вас в том пребывайте. Первое послание апостола Павла было в 54 году спустя 20 лет после вознесения и Евангелие явились много лет спустя и появились писания апостольские не для изложения христианского учения а для устранения недоразумений и беспорядков возникающих в частных общинах христианских и следовательно содержат только частные предметы и хотя касались христианских начала настолько лишь сколько требовалось в данное время и в данном месте в писаниях апостольских все христианство видно но ничего не раскрыто вполне и систематически на все есть указания и намеки но полного изложения нет только о том в чем возникало недоразумение епископ Феофан первая история христианский Евсевий 260-340 годы говорит апостолы мало заботились о тщательном словесном изложении учения своего учителя и те кто писали решались на это по настоянию нужды Павел был конечно весьма силен в слове обладал полнотой мысли но он не предал письму ничего кроме весьма кратких посланий хотя мог говорить о бесчисленных и таинственных предметах и далее Евсей говорит тоже о Матфее Луке Марке Иоанне к этому нужно добавить священное писание то есть то что писано во времена апостольские Новый Завет не изложено методами творчества мирского и постичь эти писания нельзя как писание творцов мира сего своим чувством и разумением а только при содействии Духа Святого но главное все таки не здесь совершенная христианская жизнь есть жизнь не по писанию а по внушению Духа Святого вселяющегося в нас цель христианства стяжания Духа Святого сравнительные слова Святого Иоанна Листочника научитесь не от ангела не от человека не от книги но от меня от моего в вас вселения и о сиянии и действия говорит Господь хотя апостол Павел определяет духовные дары как данные на пользу церкви но даже из тех даров о которых мы знаем а мы знаем конечно далеко не о всех некоторые кажутся не имеющими никакой пользы таков дар языков то есть чудесно появляющаяся внезапно способность говорить на иностранном языке даже на языках этот дар был очень популярен как дар впервые явившийся в день пятидесятницы у апостолов его часто являли на вечерях любви как нечто чудесное и по-видимому бесполезное ибо никто не понимал что говорится апостол Павел проповедник уже заболевшей грехом церкви ибо и рассудил быть у вас не знающим кроме Иисуса Христа и притом распятого убеждавший ревнуя о дарах духовных стараться обогатить все ими непременно к назиданию церкви советует говорящему на незнакомом языке молиться о даре истолковании чтобы наставлять церковь а не говорить на ветер эта тенденция все повернуть с бесполезности на назидание в пользу правда типичную для апостола Христа распятого и развиваясь далее в будущем приведет к полному запрещению мы говорим о Христовом через Духа Святого запрещение домогаться то есть ревновать просить даров путем молитвы или аскезы как дел лжесвятости однако то обстоятельство что сам Господь в апостольское время наделяет как бы бесполезными дарами вновь крещающихся свидетельствует что кроме пользы необходимо тогда было и сияние славы Божьей через знамения чудеса но если говорить о пользе то конечно была и она ибо ежедневные вечи любви расцвеченные огнями духовных даров поддерживали во всем народе исключительно выразиться так духовно небесные интересы не нужно было никаких усилий не любить мира ни того что в мире как советовал апостол Ян если и свой мир был так видимо духовно богат как жалко были бы при свете этих богатств великие достижения нынешней культуры которой мы так гордимся мы не только утратившие но и забывшие и еще резче не понимающие какой огонь может засиять в благодатью прославленной церкви заканчивая очерк пути творчества церкви совершенной и церкви утратившей свое совершенство но еще озаренной полнотой духа святого перед тем как перейти к эпохам бедственной и неизменившегося пути остановимся на момент и спросим как жили бы верующие если бы они не охладели в любви и Христов род людей оставался чист от летворного дыхания собственного человеческого пути творчества стремящегося к небытию эта жизнь вовсе бы не имела событий и следовательно не могла иметь истории и поистине она была бы бедна и скучна перед своей внешней простотой потому что сложность человеческих отношений зиждется исключительно на преступлениях и грехах тогда бы остановился человеческий прогресс всяческие изобретения и жизнь материально стелась бы к нехитрому удовлетворению насущных потребностей физический труд сделался бы благословенным трудом не знающим что такое изнурение и насыщаясь радостью и царственной святостью духовных даров изливаемых в общениях любви преломляли бы по домам хлеб в веселье и простоте сердца рассмотрим какое изменение произошло в другом свойстве царственного священства при утрате церковью святой полноты изменения в жизни любви как мы говорили любовь совершенной церкви не требует никакого труда она есть великий дар при святой троице любовь божия сама светится в каждом члене церкви привлекая сердца даже чужих были в любви у всего народа но вот в послании апостола Петр говорит более всего имейте усердную любовь друг к другу пришло время когда необходимо призывать к любви эпитет усердную обозначает что любовь теперь требует труда отныне ее вернее было бы называть состраданием жертвенностью жалостью и далее уже отрицательными качествами не мщу не помню обид не осуждаю не завидую и так далее нужен труд над собой любовь не дается уже даром и в ней есть скорбь страдания а не только свет и радость как было в любви церкви первоначальной однако если в апостольское время путь творчества как совершенство исчезает решительно у всех членов Христово общества ибо внимание любящего отвлекаясь от глубин индивидуальности во Христе сосредотачивается на помощи ближним спавшим в несчастье то жизнь любовь у некоторых а быть может и у многих сохраняет свое совершенное выражение прежде всего у апостола вероятно таких у тех также у кого апостола Павел кого называет совершенными или еще духовными зато после апостольского века совершенная любовь становится редчайшим даром и говорят что праведники имеющие некоторые дары обращались к Господу моля его взять у них иные дары и дать только один любовь нам остается сказать еще об одном свойстве царственного священства об истине знания по состоянию знания у членов церкви мы можем судить как все дальше отходит Христово общество от своего первоначального пребывания в свете Божием после сошествия Святого Духа все имели откровенное знание и воистину тогда наступило исполнение древнего пророчества и не будет учить каждой ближнего своего потому что все от малого до большого будут научены знать меня что же мы видим во времена Павловых вот апостол говорит если впадет человек какое согрешение вы духовно исправляете такого в духе кротости Галатам 6.1 есть значит отличающиеся от других которых апостол называет духовными вы еще плотские младенцы во Христе я питал вас молоком а не твердой пищей премудрость Божией тайной сокровенной мы проповедуем между совершенными есть такие душевные которые не принимают того что от Духа Божия потому что почитает это безумием духовные младенцы во Христе совершенные душевные это различие духовных состояний обозначает что Дух Святой уже не вселяется во всех то что имели все в первоначальной церкви теперь имеет далеко не все и вот что начинает происходить в церкви пользуясь неутвержденностью многих в общинах появляются талантливые и способные люди которые проповедуют не имея Духа Святого плод своего творчества они выдают за христианскую истину апостолы пророки и учителя легко узнают и обличают самозванцев проповедующих мудрость века сего под видом христианской истины но после смерти последнего из апостола напор человека божеской лжи становится столь дерзок и бесстыден и богат откровенное знание проповедуемое духовным подвергается такому искажению что необходимо божьим людям прекратить свободное излияние сокровенной мудрости и свойство царственного священства делается тайной каждого рожденного свыше они уходят в глубину сердца духовных всегда узнали в апостольский век они были учителями пророками апостолами многие имели духовные дары и жили как все как церковный народ теперь они становятся невидимыми если избираются господом на служение то прославляются становятся видимыми не столько чудесами сколько мучительным и тяжким крестом подвижничества но это уже новое духовное состояние церкви которая в апокалипсисе знаменуется так дракон древний змей называемый дьяволом и сатаной неизверженный на землю начал преследовать жену церковь а жена убежала в пустыню где было приготовлено ей место от бога маранафа господь идет в апостольские времена было некое духовное чувство ныне неизвестное оно выражалось в словах маранафа господь идет теперь церковь напоминая нам о смерти призывает молиться и заботиться о спасении души в те времена никто из верующих не думал о смерти все ждали скорого прихода Христа во славе апостол Павел изъясняет это так говорю вам тайру не все мы умрем но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе Господь сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде потом мы оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем нам в облаках в воздухе встретения Господу Христос тело наше преобразить так что оно будет сообразно славному телу Его 1 Коринцам 15.5 1 Фессионатийцам 4.16 Филиппийцам 3.21 сердца всех верующих горели в ожидании Христа каждый момент Господь мог явиться снова явиться свидетельство учеников Христов что Он сам обещал прийти скоро делало это чувство необычайно жизненным не ожидать было невозможно как нельзя было не любить общаясь с апостолами и все собрания церковных общин начинались и оканчивались радостным провозглашением Маранафа Господь грядет однако Господь не пришел даже до сели не был ли тогда самообманом ожидания скорейшего прихода Христа ложной тревогой великая истина о смысле христианского времени открывается при правильном освещении этого казалось бы ужасного недоумения Христос обещал прийти скоро и не пришел что ожидание было правдой а не ложным чувством свидетельствует прежде всего чрезвычайно обилие даров Божьих во все апостольское время явление великой силы Божией у людей охваченных неверной надеждой и все чувства искажены и должны быть подозреваемы за результат с подчинением безответственным и химин силам и даже хуже дьявольской прелести но конечно думать так значит подозревать апостола в самообмане тогда в чем же правда этого ожидания если верно что Господь идет то почему не пришел даже до сего часа и в апостольские времена находились люди изумлявшиеся столь долгому неисполнению обетования вот что сказал об этом апостол Петр немедлит Господь исполнением обетования как некоторые почитают то медлением но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию в этих словах апостола раскрывается тайна времени христианства если Господь не медлит значит он действительно уже идет и вне его воли на продолжение жизни на земле нет промысла Божия иначе сказать божественного плана на то что мы называем историей христианства и изъясним это образно Господь обещал прийти скоро и он немедлит исполнением обетования он как бы уже подъял ногу чтобы ступить и весь невидимый ангельский и видимый святая церковь все рожденные свыше это внутреннее созерцают это и сердца их в трепетном ожидании вот еще момент и все засияет в славе Господней а грешный мир погибнет много должно погибнуть и Господь в любви своей к людям я грешность пришел спасти как бы в раздумье и в жалости не решается вступить он желает чтобы все пришли к покаянию долго терпит а для него минута что тысячи лет апостол Петр дал ответ о втором пришествии Христа церкви своего поколения однако духом святым этот ответ сокровенно служит изъяснением из всего христианского времени ибо если Господь с самого начала не медлит своим пришествием то и в дальнейшем он продолжает не медлить долго терпеть в сущности времени больше нет после Христа жизнь человека а за ним всей твари подлежит изменению преображению как началось в первое время после 50 во всей церкви все были чудесно преображены если же возрастания в меру возраста Христова нет или есть не у всех то не кавишки эти грешники продолжают жить в Божьем мире как бы самовольно пользуясь долготерпением Христа не в брачной одежде на брачном перу Господь долготерпит почти 2000 лет возникает сомнение если апостол Петр говорит о своем поколении это поколение умерло и умерло еще множество поколений и многие не покаялись при жизни то о ком же теперь можно сказать что Господь хочет чтобы они пришли к покаянию кого долготерпит по самому смыслу долготерпения конечно и тех кто умер и живущих ныне но церковь будто бы говорит что за гробом нет покаяния церковь также утверждает что до страшного суда участь людей скончавшихся еще не решена судьбы живых умерших еще тесно соединены друг с другом знаток святоотеческих откровений епископ сиофан затворник так отвечает на одно письмо участь умерших решена пишите вы нет участь отшедших не считается решенной до всеобщего суда да то ли мы никого не можем считать осужденным видения святых подтверждают это отшедшие слышат наши молитвы о них и о нас молятся и делают нам внушение так же как на земле по поговорке душа душе весть подает общение у нас с ними не пресекается только это совершается по тамошним условиям и порядкам нам неизвестным они просят наших молитв о себе и молиться о них долг любви братской пока последним судом не разделены верующие все и живые и умершие одна церковь составляет одну и все мы взаимно должны друг другу относиться как члены одного тела в духе любовного общения живые и умершие собрание писем том 6 страница 25 и 93 в письме епископа феофанов умирающая схема нахине магдалине находятся такие многозначительные строки здесь ли там ли все равно расти надо в известную всем назначенную меру возраста исполнения Христова том 4 страница 224 24 некоторый проблеск на взаимоотношениях живых и умерших находим в деяниях святого Серафии Масаровского он сказал одному человеку об умершей его родственнице она весь ваш род спасла следовательно праведный может весь свой род спасти то есть подвигнуть на покаяние однако есть ли надежда что все покаяются и никто не погибнет чтобы понять это необходимо рассмотреть что происходит в церкви в эти тысячелетия долготерпения агнца Христа что делается в таинственных глубинах душ христианских каждому крещеному дается помощь свыше стать верным сыном церкви несущим иго Христа учение 12 апостолов просит в конце концов только о немногом если ты можешь снести иго Господня в целости то будешь совершен если же нет то делай что можешь в целости значит во всю меру своих сил если это трудно то делай ради Христа что считаешь для себя возможным таково снисхождение Господня к слабости человека ибо если человек захочет дать самое малое то Божья помощь не оставит его чтобы довершить остальное однако есть люди противящиеся этому малому предложению ни у кого не отнимается свобода делать то к чему лежит его душа по своему вкусу желанию неправедный пусть еще делает неправду нечистый пусть еще сквернится праведный дотворит правду еще и святые да освещаются еще Откровение 22 21 полная свобода каждому но неужели творящие неправду брошены на самих себя и добра заботятся только самих себе о своей праведности о нет весь смысл продолжающегося существования земли добрых лишь в том чтобы служить другим жизнь праведных во все время церкви приносится в жертву немощные братья ее тяготы и любящие несут с величайшим терпением сердце борется и со своими помыслами и с мраком чужих грехов доброй жизнью очищает нравственный воздух в мире также трудятся за умерших их любовь отмаливает зло предков помогая им и за гробом но вся доброта праведности принесение себя в жертву ради ближних встречает препятствие противление тех кто хочет жить только для себя ради своих часто очень скрытных целей они названы апостолом противящимися превозносящимися выше всякой меры это не принимающие Христа в сердце хотя внешне могут быть большими ревнительными буквы учения и вот два рода людей праведные и не принимающие Христа в сердце вернее было бы сказать обожающие только самих себя вступают с начала христианской истории в тайную духовную борьбу друг с другом за преобладание в церкви и государстве что по существу одно и то же которых членов в большинстве суть малой сии как назвал Господь Иисус легко подпадающих соблазну эту начавшуюся войну апостол Павел обозначил выражением тайна беззакония уже в действии иначе можно назвать ее борьбой с Антихристом как вы слышали что придет Антихрист и теперь появилось много Антихристов и далее дух Антихриста о котором вы слышали что он придет и теперь есть уже в мире борьба за преобладание ведется в недрах христианского общества различным оружием праведник не имеет ничего кроме своего чистого любящего сердца необходимо чтобы его также полюбил весь народ и тогда он может стать на первом месте и давать тон жизни для всех быть может или даже наверное если бы все христианское общество состояло только из любящих и малых их то праведность была бы всем по душе напротив противники любящих смеясь над столь слабым оружием как сердце праведного умело и сильно стремятся стать во главе общества предпочитая всегда закон наследие дохристианского любви и укрепляя его жестокосердием они организуют государство называя его христианским по образцу государств языческих разумея иерархии церковной как табель о рангах государственное производство из чина с чин с чувством власти превозношения высших чинов над низшими они дают возможность всеми средствами занять начальствующие места и гражданские церковные людям себе подобным дабы все правление было в их духе противоположной любви честолюбивые корыстные друзья лжи насильники надменные любящие блеск суету крайние властолюбцы бессовестные заступники богатых удручающие несчастного беззаконные судьи бедных именно эти как самые способные к захвату власти царят над царствами и преобладают в церкви разделяя неделимое своим мраком застят свет Христов и соблазняют малых сих благодаря им грех как бы разрешенный долготерпением Христовым становится краеугольным камнем христианского общества те кто захватил силу в церкви вливает учение Христа в своих богословских научных трудах в разных догматических изысканиях историях церкви и прочее дух антихриста то есть яд нелюбви ни милосердия ни милости под видом внешнего благочестия они таят в себе злобу зависть дух своим соперникам по значению в царствах и церкви они потворствуют нечестию царей раболепствуя сами и уча раболепству других они требуют лечить заблуждающихся насилием пугают немощных божьей беспощадности и как садисты распространяются о муках ада отталкивая церкви добрых но недостаточно крепких в вере малых сих в различные эпохи превозносящиеся являются под разными личинами принимая защитный цвет того характера злобы который соответствует данному состоянию народа под их живым водительством церковь пышно благоденствует в то время как свидетели Христа святые умирают исходя кровью сердца изнеможение святых все усиливается наконец наступает время о котором откровение пророчествует словами и дано было зверю вести войну со святыми и победить их и дана была мою власть над всяким коленом и народом и языком и племенем значит полное торжество зверя на земле необходима перемена всего земного строя чтобы зверь был уничтожен и откровение святого Иоанна пророчествует что по прошествии многих времен произойдут на земле великие события после которых наступит духовное состояние которое обозначается как первое воскресение об этом и благовестие апокалипсиса здесь мы только скажем о том как предчувствуется среди христианского общества сохраняющего веру и тех кто совершенно утратил веру это новое духовное состояние на земле в течение 19 века некоторые писатели и философы говорили о новой долженствующей быть на земле Эре Достоевский за ним Владимир Соловьев в первой половине своей жизни отождествляли это новой церковью Христовой по вере русского народа это будущее лицетворяется в городе Китиш скрытом до времени на дне таинственного озера поколение конца 19 века помнит какие странные настроения охватили европейские общества перед концом века это не были так называемые эсхатологические ожидания конца мира которые так любили возобновлять перед каждым новым столетием христиане прежних веков это было нервно волнующее ожидание чего-то нового в мире что очень скоро должно произойти мир стал бредить наяву казалось что вот-вот раскроется нечто небывшее таинственное и мы вступим в утонченную волшебную жизнь появилась масса брошюр с загадочными намеками на грядущие чудесности в эстантных магазинах в масте продавали зеленовато-серые фигурки всей своей скривленной позой выражающей тоскливое желание вырваться из этого мира тоже настроение продолжалось и в 20 веке люди нервозно стремились достигнуть того чем они не были не решился некий сверхчеловек от искусства ждали преображение жизни на это чились судорожные мазки художников мира и искусства в балетах творился вскоре мира